Ну что ж, друзья, всем привет! Привет! Я и Илья, мы побывали в метро Москвы. Будем вам показывать реальные вещи, вот эти самые допотопные высоченные технологии, а также элементы энергетики прошлого, допотопного метро Москвы. Пришла наша очередь. Поехали! Даю миллион рублей тому, кто без использования инструментов, которые были известны в 30-х годах, делает вот так, вот такого размера, с такими изгибами из монолита, рамора. Нереально. Вручную? Ну почти вручную, да, потому что ни хрена не было еще. А вообще ничего не было? Вообще ничего не было. Главная Россия. Пойдем дальше. Пойдем. Сейчас я сниму. Я тебя снимаю. Площадь революции. Смотрите. Смотрите. Я снимаю. Мы на площади революции. Какие интересные здесь узоры. Кто-то скажет, волна. Я вообще вижу даже какую-то кожу с органом, например. Вручную, 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 вручную. Пойдем. Знаешь, что жалко? Жалко, что петлички нет. Это не металл, это старый металл. Это разный материал, да? То есть вот эти вот вовные завитки и статуэты, это, по-моему, разный, да, получается, материал? Нет. Посмотри, как. Да. Видно хорошо. На что-то похожее. Вверху там есть статусы, интересно? Вверху там могут быть светильники. Это есть знак велеса тут. Есть знак велеса? На сапоге. Партизан. Давай искать. Нам хорошо вот этим долбили. Ага. Себе он там подолбить лучше. И не больше. Площадь революции. Помимо гранаты, еще вот знак велеса. Тревоходь. Граница вниз. Что это такое? Ваше мнение. Ваше мнение такое, одна из разновидностей. Потому что их несколько видов, да. Вот это один из них. Вроде как с виду обычно треугольный. Да. Но перевернутый. Вы смотрите правильно, вот так вот. Да, да, да. Так оно и есть, это знак велеса. А вот еще три линии. Ну, это тепло может быть, как разрастет, как это для пуговицы. Ну, для пуговицы. Ну, что это значит. А вот они. Розеточки. И не только розеточки. Здесь есть еще и вот такие окошки. Rose window. Но только, как видите, налепили еще кое-что. А может быть, это так и было, но переделали светильники. Но вот это вот конкретные резонаторы. Да еще и с полостями резонаторными. Я говорил, что тут полно резонаторов. Резонаторные полости. Вот они, все это. Характерно еще, что напротив. На каждой, напротив каждой такой, значит, cross window, вот такая вот полость. Это для создания отражения. Я думаю, тут система переизлучения пошаговая для создателей. А вот тут вот поглотители, скажем так, для освещения были. Так называемые, так называемые молочные шаги. По нашему самому. По нашему самому нагрузку. По нашему самому, да. По нашему самому, да. Как нам сейчас говорят, нагрузочка. С определенным шагом идут, скажем так, области с излучателями. Мне больше интересуется, чем вот этот вот стульпанчик, это упорная антенна. На выходе там. Пойдем. Да, пойдем посмотрим. Находимся у выхода. Здесь две ниши. Располагаются симметрично друг напротив друга. Друг напротив друга излучатели. Стоячую валку. Для создания стоячей валки. Вот вопрос, зачем? Как везде? В Михайловском замке, в Инженерном, в Питере. Везде, вот, друг напротив друга такие ниши стоят. То есть, что-то здесь было, потом убрали. Возможно ли было через это поле, которое они создают, силовой, пройти? Или это... Может быть, некое запорное устройство. Но поскольку... И я это вижу такие штуки, именно вот как в Инженерном замке, именно на воротах, на входе. Это могло быть, типа, опознавание слоя чужой, а могло быть... Вот когда это один, более-либо больше, это телепорт, однозначно. Но тут все другое. Да, что-то другое. И такое я вижу и в Питере, и в Москве. Именно на местах, где люди входят. Это какое-то что-то стояло... Вряд ли отопление. Хотя 3Denser показывал, тут в таких нишах стояли такие вот, типа, отопительные устройства, свободные на пире. Тут стояло какое-то устройство. Не статуя, это потом статуя поставили. Потому что, допустим, подробалка крепости, я видел там укрепление для чего-то. Это не статуя укрепили явно. То есть, гадаем, гадаем и все. То, что тут есть, это часть технического устройства, ниша для технического устройства, это факт. Какое оно было? И почему оно чаще всего стоит на входе? Вопрос. Ну и понятно, толщина, да? То есть, это не облицовка, это не плитка. Чем это резали? Да, вот эту фотографию можно сделать и современным инструментом. Но как вот эти изгибы сделать инструментами 30-х годов? Вот это вот объемное. Это уже вопрос. Отшлифовать еще? И шлифануть, да, конечно же. Так, ну идем на выход к цветкам, рупорам. Поднимаемся наверх. Потолок с излучателями. Замечательные, да. Резонат с излучателями. Смотрите, какая красота. Итак, мы тут наблюдаем целый огромный свод вот таких вот одинаковых излучателей. Очень напоминающих басы или сабвуферы. В общем, как динамики. Розетки-резонаторы внутри восьмигранных структур, а также отдельные розетки внутри квадратных рамок. Все это очень похоже на инфразвуковые излучатели. Для какой цели они использовались здесь раньше? Посмотрите вот на эту. Там внутри вот такая ребристая поверхность. Ступенчатая структура. Это все сделано для выравнивания фронта волны. То есть для создания чистой волны определенной частоты. Так как здесь два вида розеток, значит частоты здесь были разные. Они смешивались и что-то образовывали. А вот что? Материю. Может быть здесь материализация происходила. Может быть это такой огромный телепорт. Как вы думаете? Ну это как ступенчатый рупорный антенна. Она есть такая. Ступенчатый волновод, то есть ступенчатая рупорная антенна. А вот сейчас смотрим. А сейчас смотрим самое интересное. Ну это даже не свет. Но светильники очень необычные тоже. На светильнике он там основание. И у него не видно ни хрена. Самое интересное вот это вещь по центру зала. Это то, что мы видели в храме. Вот в этом вот храме магнетроне. Мы находимся в огромной ротонде. По центру стоит тюльпан, колонна и сверху рупор. Энергия поднималась внизу, вот по этим ребристым волноводам, усиливаясь сквозь вот эту систему резонаторов фрактальных. И, ну вот показываю, снизу она поднималась и усиливалась, усиливаясь рупором, распространялась по вот этому своду на колонны. И опять происходила закрутка. Закрутка к центру. К этой же колонне, к центру. И таким образом образовывался энергетический тороид. По такому же принципу, как в храме на Третьяковской, где находится телепорт великанов. Вот Илья показывает, говорит, что там, скорее всего, была ртуть. Илья показывает в эту емкость и предполагает, что там, скорее всего, была ртуть, ограниченная вот этим вот гранитом, резонатором. А камень, он весь резонирует, но на определенных частотах. То есть, вот здесь была ртуть, как носитель. Важнейший компонент энергосистемы для конденсации, усиления и направления энергии. Для создания вихревых потоков энергии. Ну и, конечно же, технологии создания вот таких вот вещей, это просто немыслимые для 30-х годов. Как все это можно было выпилить в 30-е годы? Одно, но, вот эта советская лепнина, звезда, ленточки, венки висящие, гроздья винограда, фруктов. Это, скорее всего, конечно же, уже сделано в советские годы, потому что видно, что качество совсем другое. Поснимаем, как это снаружи. Огромный-огромный рупор. Еще интересно, на выходе. Пойдем посмотрим на выходе. Пойдем. Там тоже стоят колонны, там тоже стоят статуи, но статуям налепить и советскую атрибутику. Как и везде. Если решают, что это церковь, крестики лепят явно из другого материала и другого-другие подсветки. А если решают, что это советская постройка, присылающихся, то лепят звездочки, хотя звездочки тоже не советские. Ну и, конечно же, здесь... Есть кресты, скажем, церкви в Южной Америке, и там звезды. В Южной Америке фотографии 19 века церкви и там со звездами. И в Северной Америке то же самое. А шестиконечные звезды и в Непале, и в США, и везде. То есть это с иудаизмом не связано от слова совсем. Много храмов православных, где тоже внутри шестиконечных звезд полно. И свастик. Это символы, значения которых мы до сих пор не знаем. Вот что я говорил. Посмотрим. Друзья, входим... Вот эти светильники, мне кажется... В античных входим. Да, да, да. Греческий причем, греческий. Обратите внимание, вот ниша. Такая же абсолютно. В ней стоит светильник. И мне кажется, что и старые светильники. Да, да. Я людей уже поснимал раньше. Удивился. Ниша вот эта вот. Она же против входа тоже. И там еще это соединяет. Вот представьте, что она перезвучилась. А потом мы поснимаем те символы. Смотри. Ага. Потому что я поснимал уже, потом покажу. Фашины в метро. Фашины в метро, казалось бы, да? Зачем? Ну вот мне кажется, что даже в 30-х годах при всей тяге к сталинскому ампиру мягко говоря, сложновато сделать некий подстаканник для вибратора гранитного. Даже не знаю, какой там камень. Потом соединение. И второй я расскажу. Мрамор, я не знаю, это похоже, что это не яшма. Даже так. Ну, красный цвет. Я не знаю, как называется. На 4-х годах это не подставки. Это типа как сейды для того, чтобы держала вибрацию. Сейды тоже на 3-х штук. Минимально необходимые для устойчивости. Друзья, вот мы сейчас находимся вот такой вот одной колонны светильник. Вот смотри, мы там заделали, а вот тут нет. А вот они. Да, 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 да. Вот это точный телефон. Для больших людей. И не только для людей, для всего большого. А похоже, вот эти два територта, как арки, были для маленьких людей. Просто вот такие большие, вот слишком высоко было замазано. А вот тут замазано. А там все замазано. Да, потому что это телепорт. Ну, как и точно телепорт. Ну вот, еще один телепорт нашли. Теперь идем в центр. Идем в центр этого великолепного сооружения. Нет, не просто... Очень-очень ненужно. Зря в автомат прощипели. Потому что у девушек вот это вот... Это они держат... Там были шарики, да? Потому что в Питере такое видел, и в Сибири такое видел. Оттуда убрали шарики, которые светились. Это освещение. Статуи типа светильники были всегда. Вот где держат так вот венок, это значит, что внутри был шарик, который светился. Автомат, конечно, зарядка прилепили. Да, прилепили автомат, как будто так и было. Странную шапочку. А в Питере видел значит, греческое, а потом раз в каске человек. То есть мы не везде успели в каске. И опять же видим, друзья, восьмигранную систему. Восьмигранную. Вот там вот ступенчатая система сверху. Специальная часть добавлена. вот такая вот ребристая ступенчатая ступенчатая для выравнивания частот. Ниши. Телепорт для больших людей. Кубакам для малют. Ну и обратите внимание на исполнение колонн из мрамора. Как вот такое вот сделать? В условиях тех технологий существовавших тогда. Ну а вот основание. Естественно, это не просто подставочка. Кто-то ищет древние технологии. Да вот они перед нами. Просто в метро Москвы. Далеко ездить не надо. Все можно изучать прямо здесь. На месте. То есть их много. Это поточное производство. Я вот говорю, что древние технологии здесь перед нами. Далеко ходить не надо вообще. Ну пойдем туда, да? Ну все, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok